Рыжие, белые, черные. Кого-то сюда привезли со стройки, кого-то нашли в гаражах. Кто-то еще недавно бродил по улице в поиске еды. Это городская служба по контролю за безнадзорными животными. Когда-то бывшая лайка, где животных после отлова убивали. Превратилась буквально в то место, где для собак начинается вторая жизнь. На плите варится каша. На столе для процедур щенку делают укол. Сейчас в городской службе находится более 200 собак. Их численность постоянно растет. Отлавливают животных ежедневно. И если система кормления и лечения налажена, то самого важного рабочих не хватает. Самое важное – это, конечно же, люди. Нам очень нужны волонтеры, которые будут заниматься адаптацией собак, социализацией. То есть собаки с отлова часто приезжают недоверчивые. И чтобы найти им хозяина, нужно приучить к поводку, к ошейнику. Поэтому нам очень нужны волонтеры. Здесь не только дворняжки, но и породистые собаки. Животных после отлова лечат, прививают и стерилизуют. Затем ищут новых хозяев. А пока они живут, в этих вольерах им необходима помощь горожан. Например, когда на улице минус 15, в клетке нужны подстилки. И резанцы откликаются. Эти матрасы и покрывалы привезли сегодня. И у пушистых друзей в клетке становится гораздо теплее и уютнее. Подстилки нужны маленьким щенкам, которые живут у нас в теплом помещении, которые только приехали с отлова. И мы, конечно, не ожидали того, что СМИ очень хорошо разнесет эту весть. Из вчерашнего вечера у меня начал разрываться телефон. И люди по всему городу готовы собирать мешки, собирать по соседям, отдавать животным. То, что нам, может быть, никогда и не нужно, не пригодится, уже на помойку надо отнести. Но для животных это необходимо сейчас. За их судьбу можно не беспокоиться. Здесь им сытно и тепло. Работники службы уверены, что щенят им удастся устроить в семье. А пока им нужно совсем немного. Всего лишь помощь неравнодушных сердец и вера, что когда-нибудь верный друг найдет своего любимого хозяина.